У вас теперь уже не осталось людей, кумиров, условно говоря, с которыми рядом вы чувствуете себя некомфортно? У меня все это осталось. Осталось? Я думаю, что у меня, да, останется, наверное, всегда это. Потому что меня вообще в мамы, как бы, родители учили быть очень уважительной к людям, которые что-то стихли к возрасту. Нет, ну это то, что я иногда несу. А, то есть, Игорь Николаев, это уважение к возрасту? Нет, это возражение к тому, что этот человек, с кем он работал, какие хиты он написал. Даже хитами это новое слово, шлягер, композиция. Потому что еще одна моя самая любимая певица, это... Пугачева. Да, 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 Пугачева, конечно. И вот к Пугачевой, к Олегровой, когда и до сих пор. Вот мы получали недавно золотой граммофон за нашу дуэтную песню. И я когда с ней стою, я не могу разговаривать. То есть у меня теряется абсолютно дар речи. Вот это два человека на нашей эстраде, при которых у меня абсолютно теряется дар речи. И я хочу что-то там... Потому что я такая девчонка веселая, общительная. А тут я... И все. И я, то есть, начинаю холодеть. Боже, зачем же они... Ну, я не знаю, может быть, вот такая любовь, как бы вот с детства, вот огромная. То есть я выросла на этих песнях. А, да, кстати, тоже приятно ему слышать. Ну, блин, я, конечно, так говорить нельзя, но это просто так и есть. Иногда даже, да, вот слова правильно не могу подобрать, но это как бы от души. Вот. Поэтому я говорю, мы стоим в Саран Санны, и я не знаю, что сказать, и говорю что-то не то, не Влад, не Попад, ну, короче, вот как-то так. Потом поехала в Санкт-Петербург, она, к сожалению, не смогла поехать, получать золотой граммофон. И я пела там одна, вот, с ее партией. И тогда я уже там, ух, сегодня рассказала, все сказала, и сказал, что слова сама написала, и вообще граммофон мой, ну, как автора. Поэтому много-много всего. А с ней я даже забыл, что я слова написала, вообще, и вообще, где я нахожусь, и вот этот такой... У меня даже есть такая фотография, фотография, вот у меня такие глаза. Ну, испуганная. И вот то же самое у меня была история, у нас время есть, я могу рассказать, да. Да, есть, у нас есть время, да. Алла Борисовна Пугачева, когда вот у него было свое радио, и мы поехали... Радио Алла. Да, радио Алла. Я до сих пор, я, то есть, до конца не могла поверить, мы ехали с моей директором Леной, моей подругой. Она тоже огромная фанатка, просто поклонница, то есть мы с ней всегда там... Ну, то есть, если что-то поем, то это, конечно, Алла Борисовна Пугачева. Вот. И, значит, я до последнего не верила, что она придет в студию, будет сидеть рядом со мной, задавать мне вопросы. Я думала, что запишут вопросы, как бы меня будут спрашивать, а потом включать, ну, как вопрос-ответ такая вот, без, как бы, человека. И когда мы входим, и они говорят, что сейчас Алла Борисовна придет, только вот там, она немножко себя плохо чувствует, не обращает внимания. Я говорю, то есть, она в итоге придет, я у меня началась... А там было что-то, ой, ну, весна, у меня не... А, да, было как раз одиночество. Когда у нас вышел-то, господи, хит в августе? Да, это было, значит, перед летом. Вот. И я села, и у меня начался просто такой мадраж. И вот эта садится со мной, значит, эта вот просто великая женщина, и я понимаю, что я ничего не могу говорить, я ничего не могу делать. Я просто мокрая. Наскосе, извините за выражение, потому что у меня начинают работать там все мои гормоны, феромоны, не знаю, что там в организме у нас работает. Но это не важно, это программа здоровья. Ну вот, и у меня начинает трясти, я начала нести какую-то чушь, ну, короче, программа появилась, очень была веселая, очень такая, ну, и трогательная, и мобильная, и, ну, и Алла Борисовна даже, она себя неважно чувствовала. Она даже говорит, господи, девочка, где у тебя подзарядка, я от тебя подзарядилась, пойду теперь с хорошим настроением. И что было для меня очень важно и приятно, когда закончился эфир, она попросила, чтобы все вышли, и сказала мне, ну, так, прям не несколько слов, так, несколько минут мы с ней поговорили. Очень по душам, и она мне сделала даже такой прогноз, что в следующем году я буду просто супер популярна, вот осталось только буквально месяц, у тебя будет такая песня, которая вот останется с тобой на всю жизнь. Сначала сказала два месяца, потом просто говорит, нет, будет месяц. Я вот просто это действительно запомнила, вот, мы подарили букет цветов, мы сидели потом в машине, ехали, когда на какую-то съемку, и я просто молчала. Когда вы говорите, мы, вы кого? Ну, я имею в виду Лену, да, свою директор, подругу, вот, и мы сидели с ней молчали, потому что для нее тоже это как-то, вот, она там даже, ну, мы не понимаем, что действительно произошло. И вот мы так ехали только через полчаса, и Гленту мне сказали, что я буду супер, короче, там, суперзвездой, что у нас будет суперхит, вот, через месяц. И через месяц я прихожу в офис к нам, в ПЦ Дробыш, и Виктор Яковлевич говорит, Настя, я написал песню, ты должна спеть, случайно, одиночество, сволочь. Ну и все, и так получилось. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Любимая страна, читаю там в соцсетях то, что пишут наши звезды, которые уехали по определенным причинам, которые здесь боятся что-то писать, но которые уехали, вдруг стали смелыми, открыли свои рты. И никогда не буду никого, как прилично сказать, просто сейчас хочется прям конкретно сказать, видите, немножко наплакалась, потому что несправедливость очень бесит. Я всегда буду с вами, всегда буду со своей стороны, при любых обстоятельствах, при самых страшных и самых тяжелых. Я люблю свою страну, свою родину, я никогда ее не брошу, хотя у меня есть охуяная туча возможность это сделать. Держаться вместе, ребята и девчата, тогда у нас все-все будет очень круто и хорошо. А у них, их совесть потом сожрел, блядь. И если бог не Тимошка, он видит немного. Как вам ебучие предатели? Пошли вам там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!